здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала с вами программа городская среда потому что на календаре середины недели 15 февраля во первых конечно же хочу поздравить всех православных христиан с праздником святения господня так мы начинаем сразу говорю меня не было две недели поэтому такой двухнедельный будет у нас выпуск вот пометки какие себе дело до того как уехать в командировку так начинаем региональное представительство в москве как-то заведено было при ковалеве знающие люди говорят что это интересах было отца сергея карабасова что якобы эти помещения принадлежат ему рязань платит немалую сумму времена поменялись все сжимается понятно связи с чем связи с тем что идет и слова зачем нужно региональное представительство области которые находятся по соседству можно сказать под боком со столицей лично мне непонятно второй пункт это передача седей дягилевской тэц передача сети дягилевской тэц в распоряжении города была авария которая доделала много шуму это были выходные справились справились с аварией с трудом но справились и вот пока я ездил тут произошла еще одна не менее неприятная авария но почему-то уже ставшая привычной на сетях рмптс на улице гриба едва это знаете какая-то зона как у братьев стругацких получается там не проходит ни одного сезона чтобы не было крупной аварии на теплых сетях как ранее я уже говорил сразу после нового года в выпуске что я предлагал выступить и директором рмптс и директором водоканала сказать все что думают похвастаться какими-то своими успехами не тот ни другой не согласились видно хвалиться нечем далее какой был пункт число снегоуборочной техники пометка капе рязань и качественная уборка снега это было перед напомню моей командировкой интересно видите я не успел приехать и тут все закрутилось как раз вокруг этой самой снегоуборочной техники сначала были задержаны руководитель управления благоустройства города а ныне начальник убега юрий фурфурак находится под арестом мне будет искренне жаль что если его сделают стрелочником понятно под кого это копают кого этот заход кто делает этот заход война идет война продолжается толковая идет война и эта война не павла молкова вспоминают все те кто был ужат игорем грековым и его командой и сейчас марш реваншистов идет но что в этой ситуации мне интересно так что стороне остается целая плеяда так называемых деятелей жкх которые в общем то и способствовали этому вот рассвету этой коррупции все говорят ростовский 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 как и написал в своем телеграм-канале рязанский репортер а ведь рядом с ростовскими или под ростовскими были рязанские халуи которые с удовольствием выполняли их прихоти за долю малую я думаю если пойдет так дальше и фурфурак заговорит заговорит о том что хочет от него услышать следствие нас ждут громкие посадки я в командировке выпил за здоровье или варит сорокины скажу почему причины две первое то что она не контролирует ситуацию в полной мере и все здравомыслящие люди это понимают поэтому все подряд вот этот запредельный вал критики в ее адрес я считаю он ну да не дорабатывают до проблем много но всегда надо я думаю все-таки всегда надо бочки с дегтем видеть ложку меда это первое и второе я не то что скажу стопроцентную гарантию дает только господь бог но я уверен что сарохина не схематозит не схематозит почему потому что сколько бы вокруг него таких турбулентных завихрений правоохранительных органов не было она остается вне этих самых завихрений нигде ее имя правоохранитель не получит да она не доработать но и не ворует я думаю так по поводу качественной уборки снега знаете для меня было удивлением вот снег выпал я приехал из теплых краев с южных снег выпал и шквал критики почему-то и почему-то потому что дирекция благоустройства города справилась со своей задачей в основном конечно критика была но в основном справились и даже такие ярые противники городской администрации как некоторые сми и телеграм-каналы вынуждены были признать то что лучше и лучше убирается город еще раз повторюсь очень под кузьмила погода погода очень под кузьмила в этом году помнится мне когда вставал на должность александр чубарыкин все говорят а все наступит полная жопа он ничего не разбирается ни в чем не разбирается кроме дорог короче будет трындец трындец не настал благодаря его хватки хватки насти зайцевой надя видно когда человек старается что-то делает журналист просто сидит а в теплой редакции и клацает по клавишам репортер он полях работать в полях поэтому я по личной своей инициативе общался и с чубарыкина и зайцевой и с тем же фурфуроком который находится пока под домашним арестом домашний арест я думаю может длиться очень долго и не знаю заговорит повторюсь я еще раз заговорит он не заговорит что он расскажет но видите начинают потихонечку там его вину и ну вот он так 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 не знаю не знаю почему он так держался за эту должность расстрельную в общем-то далеко не глупый мужик и его понятно заставляли либо у тебя сейчас как этот ваших любил либо мы тебя убираем на хрен либо ты подписываешь то что нужно нам ну что ж так вот получилось как получилось мы все следим за развитием событий нельзя однозначно говорить что кстати кстати вот мысль мне пришла я же говорю что я не буду говорить вот по заранее какому-то запланированному сценарию кстати мысль пришла такая вот сравнивают рязань и тверь до врезание там на несколько вот этих вот миллионов точно такая техника была куплена дороже а я хочу сравнить другой показатель по другой показатель не знаю читает или нет рязанский обыватель федеральный телеграм-канал это там четко написано было что глава следкома бастрыкин дал команду очень подробно разобраться с тверским общественным транспортом как так получилось что муниципальный транспорт одночасье был заменен маршрутками помните фамилию развезе в которая звучала на просторах у рт и его пытались выставить неким спасителем потом люди поняли что это а чиновники это тоже люди люди поняли что что-то тут нечисто подключились к тому что все таки какой-то ценой надо сохранить общественный транспорт тут я вынужден скажу честно назвать фамилию владимир вурумистров который конечно профессиональный антикризисные управляющие не скажу что это сто процентов его прям вот он так вот сумел сохранить у рт но тем не менее большая доля в том что мы ездим иногда кто иногда кто каждый день на общественном транспорте муниципальном его есть продолжая эту тему 10 февраля 1935 года первый автобус прошел по улицам рязани такой общественный транспорт поэтому на минувшей неделе отметили этот юбилей и юбилей день рождения скажем так и буквально по моему вчера позавчера появилась информация о том что транспортная модель будет рязани конечно же будет создана 2024 году после того как после того как укомплектуют автобусами но вероятно троллейбусами у рт 38 штук автобусов должно прийти в текущем году потом еще я думаю найти для обывателя вот этот есть транспортный модель не транспортный модель им глубоко по барабану главное чтобы человек пришел допустим 740 на остановку автобус подошел он сел и поехал на работу с работы вышел 1810 сел на остановку и поехал домой как-то так я думаю военкор сладков а десантуре почему-то наверное потому что чгч есть такой аббревиатура есть чисто гражданский человек в основном писал об этом он написал о рязанском институте в д.в. времен сердюкова наломал он много дров и и поставим многоточие почему-то все начали как-то это не в плане ретроспективы показывать что это прямо сейчас что-то как-то но сказал и сказал немножко так скажем так запоздавшие выступления проезд грибоедов 16 б я писал об этом еще будучи журналистом комсомольской правды познакомился семьей эрбис это мама надежды эрбис и дочь дочь оксана эрбис инвалид калась колясочница огромная почитательница московского спартака я у них был когда там надо блоки вопросы решать и вроде движение началось я имею ввиду там пандус мамам для оксаны и было много оптимизма тогда но случилось то что случилось семья эрбис сейчас находится в чанском пансионате уют в роще и городская администрация очень усиленно решает этот вопрос в двадцать первом году сделали капремонт значит вода и канализация и после того вот тут у нас подвал был то ли неправильно канализацию сделали то ли что он постоянно занимался водой а потому что видимо вот это все подмывалось 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 и вот вот произошла вот такая ситуация и канализация с улицы вся шла в подвал на помещение где тепловой пункт поэтому стену все размывало до этого да за год это одну подмыть и было в течение года вот основное подмыть и было в течение года вот это последнего то что заходишь в коридор даже в общий коридор около дома проходишь канализация война и страшно даже это было с 2016 года дом на проезде грибоедова четыре раза переходил из рук в руки разных управляющих компаний последние годы его обслуживала организация рязань комфорт сервис о чем жителей извещает объявление на стене подъезда контроль никакого нет не смотрели не обслуживали да и канализация с улиц стекла сюда и это с тем подмывалось все постоянно а сейчас бы еще буквально весной пошли талые воды она вообще бы все разрушила и так дома грибоедова ситуация конечно не простая но что важно лично для меня есть обратная связь соцсетей и городской администрации я считаю молодцы не все-таки отреагировали вовремя что называется повезло администрация начала расселение за неделю до того как обрушилась стена и это позволило я думаю именно это позволило избежать жертв вот так вот вот суверенность решений когда реагируют на оттуда вот эти сигналы снизу я думаю это и есть залог успеха конечно до этого доводить не надо мы будем реалистами будем реалистами потому что много что у нас в рязани изношено до нельзя повторюсь что все это у меня будет сумбурно не будет вот так вот по полочкам как обычно разложен по поводу уборки администрация города на так уровне тогда нет без наверное такого раньше никогда не было что столько в соцсетях там в контакте в тележках везде выкладывают вот тут убрали здесь это здесь отреагировали на то здесь так здесь так у сына моего сослуживца есть группа он администрирует группу который называется народ народный контроль рязань я знаю что постоянно представитель администрации с ней с этой группой контактирует какие-то движухи есть некоторые люди некоторые люди оказывают все той же елене сорокиной медвежьи услуги смотрите в крупном паблике новости рязани в контакте размещают фотографии с целой хвалебной одой о том что город убирается прекрасно и так далее там подобное но фотографии сделаны из кабины трактора который этот самый город и убирает недалеко от мысли что елен борис то попросила свою знакомую или подругу или подчиненный елен борис попросили это сделать так вот но тем не менее то есть и этот ляп вот этот прогиб он растиражирован во всех телеграм-каналах рязанских практически но неприятно почему я говорю к тому что у нас целое есть вот такая полоса жара все пошли все же по-разному там находится на разных уровнях там социальных группах кто-то на что-то ориентирован кто-то ориентирован на прыщавых дрочеров где все время идет дтп дтп пожары то все кто-то на элитарную публику рассчитывает так вот есть целый такой слой целая полоса и сми или особенно телеграм-каналов почему я такое внимание заострять на телеграм-канал потому что я считаю что это самое современное средство коммуникации очень быстро и очень такое доходчивое и вот есть целая полоса которая только критикует только говно только критикует некоторое время назад лет это к 20 было сказано я это запомнил если мы все время будем говорить о помойках то наши дети и вырастут детьми помоек набирает обороты областная программа поддержки местных инициатив если все время говорить человеку что он свинья сто раз ему это сказать на сто первый раз он захрюкает если вот как-то поддерживать его вот и до инициативу снизу и когда сверху есть отзыв на это самое и вот опять я возвращаюсь к тому что этому дому многострадальному 16 б на проезде грибоедова до люди там вазопили и администрация отреагировала не отреагирует так отмахлись как от назойливой мухи и все гораздо хуже могло закончиться так вот набирает обороты областная программа поддержки местных инициатив в этом году понимать почти в два раза больше подано заявок 50 50 заявок это на 20 больше чем в прошлые годы это уже такой серьезный показатель на мой взгляд в общем-то увеличился увеличилось не просто число каких-то мелких проектов увеличился значительный бюджет суть это то что хотят люди вот мы хотим так мы хотим эдак адреса виды работы и знаете мне что бросилось в глаза что администрация города преподносит успехи местных инициатив не как свои все время подчеркивает что это поддержка региона прошу меня конечно извинить несколько все субурно сейчас я войду опять в русло городской среды поэтому следующий выпуск я думаю будет более систематизированный а может быть и нет может быть он будет вот такой вот эмоциональный ну что ж на этом пока все да бог увидимся еще раз праздником всех православных